Все вот это вот, видите как, все три стороны поломались, вот это совсем памятник шатается. Памятник дышит на ладан, надгробная плита вот-вот рассыпется. В конце прошлого месяца Лидия Владимировна приехала на Черницко на могилу безвременно ушедшего зятя. Когда увидела ее, ужаснулась полуразрушенное, на ней сгнившее дерево. Вот лежит и все ломается, все трухлявое такое. Хоть тот, хоть тот, и вот мы такие же убирали со своей могилки. Ущерб на десятки тысяч рублей, но это не самое страшное, говорит женщина. Это же все, как сказать, не по силам нам шибко-то. Мы, конечно, отремонтируем, все сделаем, но а вдруг случится через неделю, через месяц, опять такое повторится. Это то самое гнилое дерево, которое повредило могилы. Таких здесь множество. Руководство кладбища об этом знает, но ничего не делает. Мы обращались к администрации, ходили в контору к ним, но они говорят, мы ничего не можем вам сделать, потому что, говорит, это природное явление. И говорит, что если бы это вандализм был, мы там, может быть, что-то сделали. К слову, в этот день сухостой повредил не одну могилу. Упавшее дерево повредило 10 могил. Столик остался без столешницы, памятник покосил, а ограда полуразрушена. Таких деревьев, извините меня, тысяча штук, которых нужно убирать. Как вы уберете? 95% кладбища это деревья. Вы как-то это будете компенсировать? А как мы будем компенсировать, если это, я имею штормовой, распиливали вот эти упавшие деревья? Так что, ну, пожалуйста. А до того, как они упали, нельзя было? Почему? Езжайте вам объяснять. Своевременный спил ветхих деревьев – все-таки обязанность администрации кладбища. С ней заключен муниципальный контракт. Она обязана осуществлять уход за зелеными насаждениями, пояснил нам юрист. Минимум раз в год обследовать территорию и выявлять сухостое. Если этого не происходит, и ветхие деревья сносит ветер, люди вправе подавать в суд. Причем разом на две администрации – кладбище и муниципалитета. Ведь места захоронения относятся к их ведению. Во-первых, определиться со стоимостью ущерба. То есть нужно оценить ущерб. Нужно определить, где находится вот это дерево, которое упало. Это на территории кладбища или за территорией кладбища, потому что иногда бывает, что это пограничная какая-то зона. И установить, являлось ли дерево аварийным и нуждалось ли оно в санитальной обрезке. Если дерево аварийное, ответственных привлекут к штрафу. Пострадавшим выплатят компенсации за вред имущества. Но последние все-таки настаивают не на компенсациях, а на человеческом подходе. По мнению Лидии Князевой, вопрос можно было бы решить и без суда. Будь администрация более участливой. От себя добавим, на кладбище полно аварийных деревьев, которые в любой момент могут упасть и на живых людей. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.